Ненецкий автономный округ будет находиться в режиме ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции вплоть до 30 августа. Наш регион, один из двух в стране и еще Сахалинской области, граждане, прибывающие из других субъектов, вынуждены находиться на двухнедельной самоизоляции. Причем без предоставления листов по временной нетрудоспособности. Эта вынужденная мера доставляет немало неудобств тем, кто прибывает в округ без справки, подтверждающие отсутствие заболевания. Причем тест на коронавирус, а это исследование мазков, необходимо сдать не ранее, чем за три дня до даты прибытия в Ненецкий округ. Отрицательные анализы крови на наличие антител не учитываются. В этом случае результат анализа должен быть положительным, что означает, человек COVID-19 уже переболел. Если вы возвращаетесь домой, допустим, из отпуска без соответствующей справки, то знайте, двухнедельная самоизоляция вам обеспечена. Причем листок о временной нетрудоспособности вам в этом случае не положен. По прибытию в Наринмар по воде или по воздуху представители Роспотребнадзора выдают прибывшим предписание о самоизоляции и памятку. В ней прописано главное условие для самоизолирующихся. Это не выходить из дома все 14 дней с первого дня прибытия в округ. Даже для покупки продуктов и лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг и выноса мусора. При этом все совместно проживающие с прибывшим также обязаны соблюдать режим самоизоляции. Тогда кто за них будет выполнять все эти необходимые для жизни человека действия? Ответ, казалось бы, прост. Это волонтеры, которые активно заявились помогать людям в начальный период пандемии. Однако заявленные ранее телефоны горячей линии в последнее время молчат. Люди недоумевают и жалуются на происходящее. Да так, что в ситуацию приходится вмешиваться главе региона. Еще на прошлой неделе он дал по этому поводу соответствующее поручение своим подчиненным. На этой неделе проверил. Восстановилась ли работа и когда полноценно начнут работать волонтеры? Ответ перед губернатором держал исполняющий обязанности руководителя профильного департамента. В связи с тем, что начался период отпусков и очень много детей, которые у нас участвуют в волонтерском движении, сейчас находятся не на территории региона. Мы возобновляем работу по поиску волонтеров, которые могут оказывать помощь и людям высокого возраста, и тем, кто находится на самоизоляции. Поэтому, я думаю... Работу волонтеров вы восстановите? Мы, ну, с сегодняшнего дня, да, уже номера все работают. И после этого сейчас количество волонтеров подходящие наберем и будут уже отрабатывать. Итак, как заверил чиновник, телефоны горячих волонтерских линий заработают уже сегодня. На момент монтажа этого сюжета их номера официально нигде не опубликованы. Поэтому обратимся к старым данным, которые мы нашли в интернете. Номера на ваших экранах. А теперь вернемся к справкам. Получить бесплатную заветную справку по собственному желанию ни в Наринмаре, ни в любом другом городе не получится. Исследования стоят денег. Это особенно накладно для семей с детьми, возвращающихся из отпуска. Но тут ничего не поделаешь. Не хочешь сидеть дома – плати. А сидеть придется, поскольку региональный Роспотребнадзор настаивает на самоизоляции по прибытии в регион без справок, поскольку считает, что в наш, по сути, закрытый регион инфекция придет извне. По существующей же на сегодняшний день статистики наиболее подвержены заболеванию сотрудники месторождения, которые к округу, собственно говоря, никакого отношения не имеют и с местными жителями не пересекаются. Так, по информации на утро 4 августа, за последние сутки в регионе зарегистрировано 8 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семеро из которых – это сотрудники Варандейского месторождения и один человек из Наринмара. Это двухлетний ребенок, вернувшийся с родителями из Крыма. Заболевание у него в легкой форме, поэтому и лечение амбулаторное. У родителей тест отрицательный. С учетом новых данных от коронавируса в стационарии на дому лечатся на сегодняшний день 9 местных жителей из 52 активных по округу. Иван Сысоев, Леонид Шишелов, Телеканал Север.